В Бластном правительстве продолжается серия встреч с депутатами Законодательного собрания. Главная тема – перераспределение средств, поступивших в региональный бюджет. С лидером коммунистов России Максимом Сурайкиным Сергей Морозов встретился в Ленинском мемориале. Максим Сурайкин выступил с предложением разработать отдельные программы социальной защиты малоимущих и многодетных семей, а также создать центр паспортизации малообеспеченных семей для учета таких категорий граждан. Для этого по поручению губернатора будет проведена ревизия каждой семьи. Осмотрели и само здание Ленинского мемориала, в котором проходит ремонтно-реставрационной работы. Напомним, что именно благодаря активной позиции лидера коммунистов России в 2018 году регион получил 2 миллиарда рублей федеральных средств на ремонт мемориала. Мы очень бережно относимся и к стенам, и одновременно еще более бережно относимся к экспозициям. Вот они здесь все находятся, поэтому я хочу вас еще раз официально заверить о том, что мы не собираемся ничего здесь демонтировать, убирать и прятать. В настоящее время проводится монтаж строительных лесов. Получено разрешение на проведение работ по дополнительному обследованию конструкции здания. Проводятся испытания стен. По предложению фракции также приведут достойное состояние все памятники Владимиру Ильичу Ленина, находящиеся на территории региона. В комитете мы обсуждаем состояние памятников Ленина в регионской области. У нас там были 100 штук, часть из них является вообще историко-культурным наследием, памятниками и архитектурой. Но, к сожалению, они все стоят на балансах муниципальных образований, а у них нет средств в бюджете. Это на самом деле небольшие средства в целом. И есть единственный выход, чтобы к 150-летию в начале мы провели в порядок, сделать отдельную программу межбюджетных трансферов. Будет проведена инвентаризация, расчет необходимой суммы средств, которую нужно учесть при формировании бюджета на 2020 год. Редактор субтитров А.Семкин